МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель у студии Наталья Игнатенко с заключным выпуском новинов сегодняшнего святочного дня. Добрый вечер. Сегодня в нашей стране значили самое масштабное национальное святое День незалежности Республики Беларусь. У Гомеля оно началось с урочистого шестя, в делу, в котором приняли больше, как 5000 человек. Под обязанности у Настаси Кучинской. Шестя у День незалежности заусюду урочистая и яскравая падея. Многие геменшане специально прочнулись ранее, как поспеть до его початку. Одны в якости глядачу, инши, как у дельники. Многие приходят семьями. День незалежности – это не только агульно-распубликанское свято. Для многих оно мае особистые оттенни. Это яшедно махчимость узгадать семейную историю и отдать данину поваги людям, які принесли нам незалежность. Это моя мама. Она партизанка. Я чту ее память и чту ее усилия, которые направлены будут на освобождение нашей страны. Продставники областных и городских уладов, громадских организаций, працовных коллективов и молодь. Около не ты, яхтога нарыться сегодня своей родимой и яей незалежностью. Идучих радостно патрымливают глядачы. А лишь головные люди у гэты день – ветераны Вялика и Чыны Вайны. Их сустракают особливо гучными овациями. Колонна тым часам накеровывается до братской могилы советских войн и подпольщиков. Тут подчас митингу яшедно узгадывают героичные и одночасово тяжкие и трагичные сторонки истории Гомельшины. У Вялика и Чыны Вайне наша краина и региону приватности понесли велизарные страты. И чем больший час отдаляет нас гэты и падеи, тым ярче и по устоянии згасны подзих нашего народа, який у тяжких умовах отстоял свободу и незалежность нашей родимы. Одновил с руин и попелу городы и вёски, переодолил усиня годы и теперь упэлнена идея по шляху будовництва своей державности. Новым этапом развития нашей страны стали годы независимых. За 25 прошедших лет многое изменилось. Мы окреплены как страна и как единая нация. И это великое чувство помогает с каждым годом улучшать нашу жизнь. Закрывая офицейную частку святкования Дня Незалежности у Гомеля – святочный концерт. Организаторы зарабили свое особливое детализованное деяние, якое люстровывает не только творший потенциал Гомельшины, а и ее историю. Как только завершилась офицейная частка мероприемства у Гомеля, Гомельшане отразу накировались на площадь и скверы до кропок выездного гандлю и концертных сляцовок. И вот тут у человеческого на толпе добро разумеет, что День Незалежности – это еще и свято духовного яднания белорусов. Праздник идет, День Независимости, как сказала моя дочка, День Рождения нашей страны. У нас прекрасная, великолепная страна, светлая, добрая, отзывчинная. Ну, одно слово – Беларусь. Мне праздник очень нравится. Это праздник нашей страны, очень светлый, хороший, добрый. С праздником поздравляем! Настасия Кучинская, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». З нагоды святкования Дня Незалежности Республики Беларусь у Гомеля разгорнулася саправды цікавая и насыщенная культурно-массовая программа. Святочные мероприемства ладилися во всех кутках города, причем у каждым з них у программы мкнулися у нести нечто оригинальное и неповторное. Об тем, как святкуют День Незалежности у областных центров – репортаж Вероники Ворошилиной. Гомельская область, яка в целом Беларусь зауседы славилася народными майстрами. Их это еще раз подтвердили. Выставы роменства, майстер-классы, оригинальные тематичные пляцовки, организованные с нагодой святкования Дня Незалежности Республики Беларусь. Все лето, угод культуры, выставочная и концертно-забавляльная программа в городе над Сожем отрывалась по особливому пригожей, масштабной и розноплановой. Выставы соломяных и ганчарных выработов уже ночью прогоживаний с натуральных каменев, шматлики, интерьерные, предметы с природных материалов. На выставе город Майстро у сквера имя Грамыка представлены переважно выработки белорусских дизайнеров и ромесников. Выконаны у техницы хендмейд, а по простей кажучи – уластными руками. По улице Лангии Белецкого было организовано свято День вышиванки, и оно включило ретроэкспозицию «Живусь ромес» в ипродках. Обрадовые гульни, майстер-классы, выставу презентацию товаров и послуг, Беларусь – это якость и стиль. Демонстрацию моделев оденья сучасных дизайнеров у национальной стилистыцы и шмат инших оригинальных тематичных пляцовок. Профессионалы на Гомишине сегодня есть во всех сферах. У народной творчести они, сдаются, могут все – от выработок лодок по старожитных технологиях до ткацтва рушников с поясами. Вот этот пояс длинный, три метра, я могу сплести за один рабочий день, если меня ничто не отвлекает. Но я художественный руководитель, я не мастер. У меня танцевальный коллектив народного бытового танца. Я шью одежду полную, я вышиваю, я плету, я вяжу, я все делаю. Мешты на свято День вышиванки можно было не только доведаться и убашить, как створаются обрадовые ляльки и тканы рушники с поясами, а не особисто принять удел у гэтым не простым, однако вельми займальным творчим процессе. Так как мы с Будокошлёва приехали, так как восстанавливаем ткачество именно Будокошлёвского стиля, нам характерны геометрические фигуры. И если брать уже о Будокошлёвском стиле, это рушники, которые сшиваются друг с другом. В общем-то, сейчас девушка делает, можно сказать, упрощенный рушник, но так как здесь узкий сделан, то она фактически пояс плетет. Разгорнулись атематичные мероприемства с наводы Дня незалежности Республики Беларусь или установ культуры. У музея истории города Гомеля, например, джигарам и гостям областного центра пропоновали фотовыставу, якая расповядала про этапы вызволения Беларуси. А у Гомельским областным музеем военной славы все жадаючие смогли познайомиться со спецтехникой часов Великой Айчиной войны. У День свято наведывальникам музея дозволили посядзеть у кабинах этих неколи боевых машин и зарабить себе фото с дымок на память. Цекавая громадянско-патриотичная акция пройшла и для кинотеатра имя Калинина. Она была организована суместно коммунальным унитарным предприемством «Кинотаур» и белорусским военно-историчным клубным объединением «Гонор-мундиро». На открытой пляце у целя кинотеатра ветеранов и всех присутных сустракала выстава военной ретро-техники, амуниции и узброения часов Великой Айчиной войны. Все экспонаты, которые здесь представлены, они именно к 44-му году датированы, что они могли участвовать в освобождении Республики Беларусь. За мной броневик, образца 42-го года, он участвовал в непосредственной операции «Багратион». И в освобождении дошли, они до Берлина эти машины доехали. Также все остальные ребята тоже одеты уже по униформе 44-го года. Побышь разместилась экспозиция с документальными фотосдымками солдат, офицеров и мирного насельства, которые отважно смагались с ворогом. Подчас проведения патриотичной акции у кинотеатра «Имя Калинина» уси жадающие так само смогли почаствоваться с оправдной солдатской кашей и горбатой. Финальной часткой мероприемства стала демонстрация фильма «Беларусь. Документальная история». Мы это делаем для того, чтобы мы помнили, когда есть память, никогда не будет войны. И мы хотим, чтобы все помнили, делая такие представления, праздники. Люди, помните, и мы будем всегда жить в мире. За мир на нашей белорусской земле. Святочная программа «Знагода святкования Дня Незалежности Республики Беларусь» ладилась опероважно на открытых пляцовках города над Сожем. Тем больше, что на двор я спрыяла в этом. К тому и настрой у людей был отповедным. Очень хороший праздник, все очень весело, все очень здорово организовано, выставки очень интересные. Мы сами участвовали в шествии, теперь прогуливаемся. Это все приобщает к культуре народной, и также есть и современные хендмейд. В общем, все очень интересно и очень радует. Интересно посмотреть, люди своими руками сделают, веселятся, песни поют, площадки для караоке вот есть. Нам очень нравится народное творчество, мы, конечно, немножко опоздали и очень сожалеем об этом. Нам очень все нравится, мы только, правда, приехали, еще все не увидели, всю красоту этого праздника. Мы очень счастливы, взяли ребеночка. Теплое ощущение, видно, что люди постарались, вот все свое рукоделие выставили, да. Я вообще-то не из этого города, но мне приятно быть. Чувствуется гостеприимство. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телеродовая компания «Гомель». Яркая и запоминальная культурно-массовая программа была организована не только у центральной части города. Выставы спецтехники, историчные инсталляции, конкурсы прыгажосты. Во всех районах Гомеля городжане имели макшимость цикава провести час. На некольких пляцовках побывал Яуген Пабалавер. Святочная программа на пляцовце в Любинске микрорайоне почала свою работу в 17 годин. Гомельшанам преподаваются разные выставы, рыцарский турнир, акцию малюнок на твары и шмачагу иншага. Это соправданные рыцарские доспехи средневекция. Макет палатки походного лагеря, речи, мячи – все можно примерыть и отшуть себе рыцарам. По курсу европейским, а лепразгод автор обьяцает зарабить таки же славянский набор. Здесь представлены вот эти маленькие рыцари – это Италия, Германия 15 века. То есть не совсем наш регион, но мы еще пока стремимся к тому, чтобы сделать такую куколку. Она тяжела в производстве довольно-таки. Но сейчас, так сказать, тренируемся на таких куклах. Малюнок на твары – яшедна цикава идея на святе у Любинским. Кожным уже дальше мы могут намалевать живёлу любого узровня складанности. А гэта выстава старожитных одене у Беларуси. Студентки лицея лёгкой промысловости не только сами распроцвали костюмы с коллекции Александры, а лей демонструить. Переходящая в осень более такое. Но летом тоже можно надевать. В те времена одевали подобное. Святошные мероприемства и у Любинским будут есть на протягу вечера. Для Дашовья шачакая концерт. С пятих один вечера ладится святошная пляцовка и в микрорайоне Костюковка областного центра. Тут проводят викторы на разностранные выставы. Фишкой дня станет проведение акции «Размалюй мой автомобиль». Кожный жадает, что мог без наступства для себя размалевать фарбами «Саправдный автомобиль». На площадь таких было с десяток. Писали, как правило, патриотичные лозунги и пожадания счастья. Сопроводжалось это действие жартами и селфи. Усе святошные мероприемства у микрорайона Гомеля сегодня завершатся о 23-й године проведением акции «Справаем им разом». Евген Побловец, Евген Макеенко с микрорайона Улюбинский и Костюковка телерадиокомпания «Гомель». Так святковали День незалежностей у областным центры, а лишь наши корреспонденты так само сочили за разведем падей «Белосвято у Добруши» расскажет Ганна Ковалева. Литерально тут, где мы сейчас находимся, уже в дню 41-го проходили обороншие бои за Добруш. Прошмат-гадоу на этом историческом месте те первые поколения Добрушан узвели мемориальный комплекс. Именно в это тут я наисустрыли День незалежности. Памятная церемония собрала ветеранов Великой Айшиной войны, представников УЛАД и прационных коллективов и замежных делегаций из России, Украины и Китая. Уси разом до мемориального комплекса памяти она усклали к ветке и ушинували загинувших хвилини мовчанья. Давайте все минуту помолчим. В 2005 году я пришла в апреле месяце возглавила этот район. У меня на столе лежал только макет этого памятника. Поэтому строили его мы всем миром. Открывали 9 мая 2005 года и за это время сюда занесено, добавлено еще десятка, два, три фамилии. Зараз мурмуровые плиты заховывают имены прикладной 900 вызволителя. Ударычася родгерою Советского Союза в часу Великой Айшиной войны 8 человек были выходцами с Добрушской земли. Большая разница. Мы когда с фронта пришли, я лично пришел с фронта, здесь уже все побито было. А потом стали уже направляться, работать. Сейчас уже поглядишь направо и налево, красиво глядеть, понимаешь, на людей, на обстановку, на жизнь. Ну это большая разница. Переконацию этим наглядно можно было на выставе, якая протягнула программу. Экспозиция под названием «Проспект незалежности» разместилась на одной из центральных улиц районного центра. Тут представили все, что досягнул Добрушский район за годы незалежности. Промысловость, сельская господарка, культура, спорт, адукация, а для острова не знайшли все сферы деятельности. Свои стенды представили калет 30 экспонентов. Дарыча особливую цикавость до выставы проявили представники замежных делегаций, якие тут же отзначили для себе перспективное накерунки супрацовництво с Добрушским районом. Больше бумажное производство, тем более у вас будет сложный комбинат, это будет ассортимент большой продукции. И я думаю, мы как-то все-таки сотрудничество в экономическом отношении наведем. С рабочими визитами обмениваемся опытом. Это то, что сегодня надо. Приятно видеть хлебозавод ваш работает. Да и в целом мы ехали, поля смотрели, у вас достаточно высокие урожаи, животноводство активно развивается. Поэтому молодцы белорусы, спасибо, с праздником, добра вам, здоровья и храни вас, Господь. Одным самых видовищных мероприемств у День незалежности тут стало шоу Лесоруба под названием «Железная гульня». Прямо на ворчах у прохожих маэстры бензопил створали драуляные скульптуры и споборничали в профессийных сдольностях. Не меньше ярким видовищем стали показальные выступления спортсменов-парашютистов Центра авиацино-техничных видов спорта и творчести города Гомеля. Два парашютиста с вялизными белорусскими стяхами спустились опрама на центральную площадку Добруша. Раньше в Добруша проходили показательные выступления спортсменов Гомельского аэроклуба. Но именно для меня это первый опыт на этой площадке. Сейчас эмоции просто переполняют меня. Выразить их у меня просто не хватает слов. Пожелать процветания независимости нашей стране, чтобы у нас все хорошо было. Музычным же сопровожением Дня незалежности у Добруши стал концерт в белорусках державных ансамбля «Песняры», який выканул легендарные композиции, починаючи от Беловежской пущи, заканчиваючи Лявонихой. Дараче справедливо будет отзначить, что у всех этой свято жахары Добрушского района рахтовали усе разом. Двуматы днями ранее районная организация Беларуси пропоновала провести субботник. Райвы конкам идею подтримал, и уже 18 червеня местовые жахары вышли на огульно-районный субботник. Собранные сродки были накерованы на финансование расходов, связанных с проведением Дня Незалежности, а суместная праца зарабила город еще больше чистым и пригожим. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо-Компания «Гомель» с Добруша. Выглядели заключенный информационный выпуск Телерадо-Компании «Гомель» с сегодняшнего святочного дня. Видовичный фейерверк у 22 година и 50 хвилин для лядового палаца у Гомеля, а так само у инших районах города и в области, станет финальной кропкой свята. Ну а мы на этом развитываемся. Наступный выпуск Телерадо-Компании «Гомель» глядите завтра на «Беларусь-4» у 6 годин 30 хвилин. Усяго доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...